Леонид Перец основатель спортивного движения в Бендерах. Он проложил дорогу на пьедестал не одному десятку спортсменов. Вдохновлял их тренеров. Спорт в Бендерах развивается. Имена его легенд не забыты. Сегодня в городе работает 7 спортивных школ. Представлено 21 направление. Спорт в городе остается живой. Спорт динамично развивается. И главное, что мы помимо того, что приходим в спортивные площадки, каждый день, каждый месяц, каждый год мы даем новые результаты, новые чемпионы, новые разряды. Сегодня с начала года в городе есть новые мастера спорта, есть новые перворазрядники, есть золотые призоры, серебряные брозы на международных соревнованиях. Это говорит о том, что спорт действительно не знает границ. Сначала этот фестиваль спорта был городским. Теперь он носит открытый характер. В программе двухдневных соревнований дзюдо, греко-римская борьба, художественная гимнастика, шашки и шахматы, баскетбол и гребля. По итогам лучшим спортсменам вручили награды и грамоты. В торжественной церемонии принял участие и сын Леонида Перца, воспитанник Бендерской школы борьбы. Вы продолжаете дело, спортивное дело, которому мой отец посвятил себя с 1947 года. Я вижу, что спорт не просто живет в Бендере, он растет, развивается. У вас есть очень серьезные результаты, результаты, которым могли бы позавидовать многие крупные продвинутые города в Российской Федерации. И ветераны спорта не остались без наград. Виктор Щербаченко – хирург по профессии, вратарь по призванию. Впервые на поле он вышел в победном 45-м в составе команды «Буревестник». Любовь к спорту пронес через всю жизнь. Спорт помогает, очень помогает. Я думаю, что надо призывать больше молодежи, чтобы они не компьютером занимались, а спортом. Любые виды спорта очень помогают здоровью. Я как врач. Праздник для всех и для каждого. Для заслуженных мастеров, подающих надежды ребят и их родителей. Как никогда ощущается связь поколений, и ученики благодарят своих наставников. Хочу очень поблагодарить Павленко Елену Анатольевну. Она мой тренер. Она очень хорошо тренирует, и я почти всегда выиграю на соревнованиях. Это ее труд. Мы бы хотели посвятить жизнь спорту и хотели бы, чтобы были как наш тренер. Выигрывает не тот, кто получает призовое место. Цель фестиваля – не только выявить сильнейших, но и сформировать у подрастающего поколения желание заниматься спортом. Организаторы специально делают вход на все соревнования свободным, чтобы дети могли выбрать занятие по душе.